Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал в сегодняшнем выпуске. Ксения Собчак, Александр Ревак, Бенедикт Кэмбербэтч, Зейн Малик, Лариса Долина, Рената Литвинова, Адель, Николай Басков, Макс Галкин, Дженнифер Лопес, Криштиану Роналду, Райан Гослинг, Джуд Лоу, Лидия Федосеева-Шукшина, Дэвид Бекхэм, Андрей Малахов и много еще других интересных новостей. Рад и безумно счастлив вас снова здесь всех приветствовать. Спасибо за то, что пришли. Вот и наступили выходные. Я надеюсь, что никто не грустит и не скучает. Если вдруг такое происходит, смотрите видео, постараюсь вам поднять настроение. 31 числа, как вы знаете, в это воскресенье будет праздник Хэллоуин. Я не знаю, как вы к нему относитесь, празднуете или нет. Для тех, кто собирается отпраздновать этот интересный праздник, желаю всем провести его весело, максимально и круто, чтобы у всех были самые лучшие костюмы. Но для тех, кто не празднует, все равно вам желаю хорошо провести эти выходные. У меня сегодня замечательное настроение, погода шикарная. На улице солнце, я так понимаю, это и есть бабье лето, не знаю, как у вас. Но в Украине немного стало теплее, чему я очень рад. Буквально недавно встречался с приятелем, гуляли мы с ним. Я говорю, так, хочу пить. Он говорит, давай зайдем в магазин, я хочу воды купить. В общем, взял себе бутылку воды, пью и вдруг он мне задает такой неожиданный вопрос. Ну как неожиданный, простой, казалось бы и банальный. Он, значит, мне говорит, а зачем ты пьешь воду? Я такой на него посмотрел, знаете, вот этим удивленным взглядом в шоу «Маска» Филипп Киркоров. Помните, да, вот этот взгляд? В смысле? Я говорю, что за вопрос? Что значит, зачем я пью воду и для чего? Он говорит, нет, я на полном серьезе не понимаю людей, которые пьют воду. Ну и тут я подумал, шиза косит ряды не только в шоу-бизнесе. Это началось и среди обычного населения. Даже затронуло моих знакомых. Я говорю, слушай, ну если бы ты задал мне вопрос касательно того, что зачем я ем, не знаю, листву подбираю по улице или грузу асфальт, там бордюр, тогда бы я понял этот вопрос, а почему я пью воду? Но это какой-то странный вопрос, вообще он риторический, но и вообще глупый, я считаю, зачем такое спрашивать? Это равносильно тому, что, а зачем ты спишь, зачем ты ешь и ходишь в туалет и все остальное. Ну вот такие вот бывают иногда неожиданные вопросы. И после этого я подумал, что нам нужно сократить наше времяпровождение и минимизировать наши встречи, поскольку я боюсь, что это передается как-то воздушно-капельным путем. На полном серьезе говорю, вот человек вот с таким вот серьезным лицом не пытался доказать, что это неправильно, то что люди пьют воду, потому что кто-то сказал. Я говорю, я ее пью, потому что я просто хочу пить воду. У вас бывали когда-нибудь такие странные, неожиданные вопросы от ваших близких и друзей? Не буду вас больше томить, всем желаю хорошего настроения, приятного просмотра. Но перед тем, как начнете смотреть, поставьте палец вверх. Теперь приготовились, убедились, что палец вверх сработал. Ну а теперь переходим к просмотру самим новостям. Всем приятного просмотра, понеслась. Вчера на канале Идыгалич вышло шоу под названием «Есть вопросики». И гостем была, как вы думаете, кто? Ксения Собчак. Вот мне многие пишут, почему Ксения Собчак в каждом видео в последнее время. Потому что вот она хедлайнер, постоянно вокруг нее много инфоповодов. И вот, пожалуйста, думал, что уже все утихло, поскольку сейчас много шума наделал Моргенштерн со своим высказыванием. Но нет, негаданно-нежданно вдруг выходит новое шоу Идыгалич и в нем главный герой Ксения Собчак. Но что я хочу сказать, не буду много, буду краток. Очень вообще я заметил, что мне нравится, когда Собчак находится в роли героя. Она себя по-другому ведет, такая интересная, глубокая. У меня просто, знаете, такой контраст между тем, что я вижу в интервью, когда она в роли интервьюера, и когда она приходит кому-то в гости. Вот совсем два разных человека. Понятное дело, что здесь она просто гость, ей не нужно напрягаться, пытаться создать интригу. И все остальное, что она проделывает в своих интервью, здесь она просто готовится отвечать на вопросы. Сам формат шоу, кстати, интересный. Я не смотрел все выпуски, но вот Собчак посмотрел, мне понравилось. Вы знаете, вот, несмотря на то, что многие люди ее там презирают, все это понятно, у меня тоже к ней такое мнение. Знаете, сегодня хорошее, а завтра не очень постоянно меняется. Но я с ней во многом согласен, вот честно. Кстати, кто смотрел этот выпуск, делитесь комментариями, что хочу сказать, что несмотря на то, что в последнее время происходит в ее жизни, вот если посмотреть этот выпуск, вы увидите разницу лайков и дизлайков. Там 30 тысяч почти лайков и всего лишь 700 или 800 дизлайков. Это говорит о том, что Ксения все-таки интересно и многим она даже очень симпатична. Но она все для этого и делает. Для того, чтобы оставаться на вершине успеха, для того, чтобы они постоянно говорили. Она этого, собственно, не скрывает. Вот мне нравится то, что она максимально откровенна, она говорит так, как есть. Да, я играю, да, я делаю некий образ, я это все специально делаю, я люблю эпатировать, мне это нравится. По крайней мере, человек честно в этом признается и не строит из себя, знаете, нет, нет, я не такая, вообще это все не люблю, это все выходит случайно. Вот если бы она, наверное, говорила так, тогда бы я просто перестал бы вообще ее слушать и смотреть. А так как человек откровенно и честно говорит, несмотря на то, что многим это не нравится, но я люблю людей за правду, невзирая на то, какая бы она ни была. Ксения Собчак со всеми ее плюсами и минусами, она все равно есть для меня интересный человек, пока что. Поэтому, кто смотрел этот выпуск, есть вопросики на канале Идыгалич Собчак, комментируйте, рассказывайте, как вам этот выпуск. Но кто не смотрел, если вам интересно, вдруг переходите, я думаю, вам очень даже понравится. Дэвид Бэкхэм станет лицом чемпионата мира в Катаре за 150 миллионов фунтов. И тут я подумал, какое дорогое лицо, однако, у Дэвида Бэкхэма. 150 миллионов. Я сразу эту сумму перевел в квартиры, посчитал, что это просто можно целую многоэтажку выкупить. Зачем человеку столько денег? Я всегда вот не понимал этого. Ну молодец, слушайте, человек уже давным-давно не играет в футбол, а тем не менее остается вот таким вот востребованным еще и за такие деньги. Значит, британская газета The Sun сообщает, что Бэкхэм станет послом Катара за 150 миллионов фунтов, 206 миллионов долларов или 14,5 миллиардов рублей. Господи, у меня от этих цифр аж подбросило. Легендарный футболист будет лицом Мундиаля, который пройдет в конце следующего года в Катаре. Однако контракт с Бэкхэма рассчитан на 10 лет, и ему предстоит продвигать не только чемпионат, но и туризм, и культуру страны. Каждый год такого сотрудничества принесет Дэвиду 15 миллионов фунтов. Но я думаю, за такие деньги я бы им еще не такое продвигал бы там. Я бы им все продвинул, и выдвинул, и задвинул кого надо. Вы меня зовите, вы не к тому человеку обратились. Эх, блин, мое лицо столько не стоит. Ну крутой дядька, слушайте. 150 миллионов фунтов. Вот так вот, комментируйте. Немного про семейку Шукшиных. Все мы с вами знаем, что это очень странная, интересная семья. Там постоянные какие-то терки, разборки во всех ток-шоу, где я их только уже не носила. И вот, казалось, все утихло после того, как Лидия Федосеева-Шукшина наконец-то развелась в баре Лебасовым. Вроде как забрала ту квартиру, которую он хотел себе присвоить. Выдохнули. Но тут, называется, не прошло и месяца. И опять Ольга, дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, опять на Первом канале. Снова история. Опять ее обкрадывают. И на этот раз, кто бы вы думали, подруга Татьяна, которая якобы 20 лет у нее крыла деньги. Но так утверждают родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Та самая Аня, внучка. Оля, как всегда, примчалась в студию Первого канала. Мне кажется, это, наверное, ее главная миссия и работа в жизни, ходить по ток-шоу. Честно, надоели уже. Мне, с одной стороны, жаль Лидию Федосееву-Шукшину, поскольку ее дети какие-то странные. Что Маша, что Оля, внуки все. Они, все, что им нужно от этой женщины, это только деньги. Они из нее выкачали все. Высосали всю живую энергию. Ничего не оставили. Даже этот безумный якобы муж Алибасов, понимаете, еще тот покемон, тоже самое хотел проделать. В общем, жаль мне эту женщину, поскольку со всех сторон только и пытаются из нее все выдавить. Но, с другой стороны, хочется сказать, наверное, в этом есть ее вина. Поскольку она же воспитала таких дочерей. Но, собственно, дочери, соответственно, воспитали внуков, которые проделывают все то же самое. Безумие какое-то. Два дня подряд на Первом канале опять выясняли, что крадет деньги у Лидии Федосеевой-Шукшиной. Вот эта вот подруга Татьяна. Я не знаю, так это или нет. Я уже ничему не удивлюсь. Жалко мне эту женщину, но ничем помочь я не могу. Ну и она, конечно, тоже актриса. И в жизни, я думаю, знаете, я так иногда наблюдал, смотрел в передачах. Тут она обнимается с человеком. 20 лет якобы дружит. Вот здесь она уже рассказывает совсем другую историю о том, что я ничего не хотела. Ну, тоже, мне кажется, притворяется, много чего не договаривает. Я не думаю, что она прям такая безумная, что ничего не помнит, не понимает, что вокруг происходит. Может быть, удобно, так знаете, давить на жалость и делать вид, что ты не в себе. А может быть, на самом деле так, не знаю. Но в любом случае, я говорю, с одной стороны, мне ей жаль. С другой стороны, хочу сказать, что она сама в этом всем виновата. Но я хочу только одно, чтобы прекратились уже эти ток-шоу. Сколько можно? А вот ее вот эта доченька Оля, она вообще прям неприятная дамочка. Не знаю почему. Прям смотрю на нее. Ух, женщина. Еще там, адмазель. Комментируйте, переходим дальше. Фронтмен украинской группы Sky. Для тех, кто не знает, есть такая группа в Украине. Олег Собчук предложил взимать 80% налогов с украинских артистов, которые гастролируют в Российской Федерации. Вот так он этого очень сильно хочет. В очередной раз у нас вот это вот противостояние, когда украинские артисты, которые только в Украине выступают, начинают постоянно наезжать на тех, которые выступают в России. Я не хочу это все комментировать. Здесь каждый принимает решение сам для себя. Я лишь только освещаю эту новость. Вы можете ее прокомментировать. У меня все. Самый богатый футболист на планете Криштиану Роналду подтвердил, что его невеста Джорджина Родригес беременна близнецами. Пятый и шестой наследники на подходе. Вот это вот папаша разошелся. Ну молодец. Слушайте, я вообще считаю, что в таких семьях, как у Криштиану Роналду, должно быть много детей. Поскольку он очень богатый человек, и я считаю, что там, где много денег, там особенно пусть рождают много детей. И пусть они, как в сказке, поженятся на тех, кто из простых. В этом мире и начнется какая-то такая, знаете, уравняловка, что ли, финансовая. В общем, несу я какой-то бред, наверное, судя по всему сейчас. Но новость шикарная. А вообще, я думал, что он по мужчинам вроде как, или это все фейки были. Но в любом случае, в наше-то время кого это вообще останавливало? Наличие жен, детей, это одно дело. А ориентация, это другое дело. Несмотря ни на что, он красавчик, он молодец, добился успеха. И многодетный папа, и близнецы шикарно. Ну, классная новость. Слушайте, давайте мы порадуемся за человека и поздравим его с этим. Двукратный номинант на Оскар Джуд Лоу. В психологическом хорроре сыграет печально известного монарха Генриха VIII из династии Тюдора. Правившего в Англии в 1509-1547 годах. Король был отлучен папой римским от церкви. Ну и в общем, он там много всего наделал, за чего он прославился. Не самыми лучшими делами, скажем так. Поэтому скоро нас впереди ждет очередной фильм. Я вообще люблю подобные фильмы. Я обожаю исторические фильмы, которые сняты на реальных событиях. Поэтому я думаю, что Джуд Лоу сыграет шикарно. Буду ждать с нетерпением. Кто знает этого актера, делитесь. Как вам он? Как вам такая новость? Вообще любите ли вы исторические фильмы? Ну и еще немного про мир кино. В неожиданном амплуа предстанет перед нами и Райан Гослинг. Раньше мы видели Райана Гослинга то в романтическом образе, то в образе лихого грабителя банков. И все это под руководством Дерека Сиенфренса. И вот теперь эти парни покажут что-то новое. Гослинг станет оборотнем в ремейке классического фильма ужасов 1941 года «Человек-волк». Не знаю, что из этого получится. Актер он шикарный. Поэтому посмотрим, насколько это будет интересно. Комментируйте, переходим дальше. Олег Газманов, который стал буквально недавно певцом года, разошелся не на шутку и заявил, что людей, которые отказываются делать вот это вот в руку, я не могу это произносить здесь на этом канале, в принципе на ютюбе нельзя. В общем, что нужно этих людей изолировать от нормальных. Мол, действовать надо очень жестко. Вот такие вот радикальные какие-то взгляды у Олега Газманова. Я здесь не выступаю ни за и ни против. Я вообще никак эту ситуацию не комментирую. Но меня всегда удивляли люди, особенно публичные, которые начинают вот подобные заявления кидать. Не знаю, что нашло на Олега Газманова, но я думаю, что публичному человеку, особенно певцу, и такому, как Олег Газманов, который является певцом года, лучше петь, а не заниматься непонятно чем. И без него хватает всех людей, которые об этом и так много говорят. Каналу Муз-ТВ грозят неприятности из-за той самой премии, на которой Киркоров и Дава изображали пару. А блогер Даня Милохин пришел в платье. Роскомнадзор начал проверку скандальной премии Муз-ТВ еще в начале июня, а сегодня стало известно, что подает в суд на канал за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. По закону парней в платьях и парочку молодоженов Киркорова и Дава можно показывать только после 23.00. В смысле, как это Азу Бедросовну только после 23.00? А я здесь, извините, раньше времени его вещаю. Нет, я категорически не согласен с этим. Насчет Давы, ради бога, можете его вообще убрать, я не расстроюсь ни капли. Но Азу Бедросовну не трогать, не трогать святое, вы что на кого позарились? В общем, вот такие вот новости хотят наказать Муз-ТВ. Я не знаю, что они так долго все это решают и принимают. Мне кажется, это какие-то показательные выступления для зрителей и не более. Я думаю, если бы они хотели действительно кого-то наказать, они бы уже давным-давно это сделали. Ну а как вы считаете, нужно наказывать Муз-ТВ за ту самую скандальную премию, о которой мы так много говорили и на которой было столько всего интересного? Но Азу Бедросовну, нашу мать-кукушку не трогать, за нее горой пойдем. В семье Зейна Малека произошли неприятности. Мама его невесты обвинила его в том, что он якобы на нее полуднял руку. Зейн сообщил, что Иоланда Хадид. Мама его супруги Джиджи Хадид пришла к нему в гости. В этот момент дочери не было дома. Конфликт мог произойти именно в этот момент. У них там якобы какая-то словесная перепалка была, после чего мама его жены сообщает о том, что он замахнулся, ну и в общем врезал ей. Не знаю, насколько это правда тут, как говорится. Его слово против ее слова. Понятное дело, что многие женщины сразу станут на сторону женщины по понятным нам причинам, да? Хотя не факт, не знаю. Но так обычно всегда происходит. Но я не знаю, есть ли там камеры в доме, подтвердят они это все или нет. Сколько, знаете, обвинить можно во чем угодно. Ну и по этому поводу Зейн Малик решил высказаться у себя в Твиттере на странице. И вот что он написал. Как вы все знаете, я закрытый человек. И я очень хочу, чтобы моя дочь росла в закрытом и безопасном месте. В таком месте, где личные семейные дела не выбрасываются на мировую сцену. Чтобы все могли соваться и критиковать. Стремясь защитить это пространство, я согласился не оспаривать претензии, которые вытекли из ссоры, которая случилась с одним из членов семьи моего партнера, которая оказалась в нашем доме во время отсутствия моей жены. Это было и должно быть личным делом, но похоже сейчас мы столкнулись с разногласиями. И несмотря на мои усилия вернуть нам мирную семейную обстановку, которая позволит мне стать одним из родителей моей дочери, как она того заслуживает происходящее, просочилась в прессу. Тем не менее, я надеюсь, что все те, кто был вовлечен в конфликт, восстановятся. И что более важно, я остаюсь бдительным, чтобы защитить свою дочь и дать ей защиту, которую она заслуживает. Не знаю, как это все вообще уложить в моей голове. Возможно, я просто не особо знаю английский. И перевод такой себе не совсем правильный. Поскольку, знаете, мы можем, когда ты не являешься носителем языка, ты переводишь прямо в буквальном смысле слова. А там может быть совсем другой посыл. Но, в общем, во-первых, Зайн Малек сказал о том, что он этого не делал, что мама его супруги лжет. Ну и плюс ко всему, он хотел это все уладить тихо, мирно. То есть, ссора была, но словесная. Никто ни на кого там не нападал. Но он хотел, чтобы об этом никто не узнал. Но, как вы поняли, об этом уже знают все СМИ. Напечатали. Эта информация сейчас гуляет по всем бабликам, по всему миру. Чему он очень, конечно, мягко говоря, не рад. Ну и вот, как утверждают многие СМИ, не знаю, насколько это правда, якобы их пара все-таки распалась из-за того, что вот эта вот ситуация произошла. Насколько это правда, я не знаю. Но я думаю, что если об этом уже пишут многие мировые СМИ, значит, наверное, так и произошло. Не так долго они прожили вместе. Ребенок у них совсем еще. Как только свекровь или теща начинают вникать слишком много в семью своих детей, начинаются вот эти вот проблемы. Я считаю, что мамам там делать нечего. Но, как видите, это кто она, получается, свекровь? А, теща. Вот, получается, из-за тещи их брак распался. Но я больше чем уверен, что мы еще много интересного об этом всем узнаем, поскольку в Америке так просто подобные ситуации не проходят. Из последних новостей про Зайна Малека, Суд все-таки признал его виновным. В судебных документах говорится, что Малек сам признал себя виновным, но только в одном из случаев. А там, я так понял, обвиняют его в четырех. Насколько я понял, там не только он якобы прикладывался к своей теще, но еще и к своей супруге. Там обсуждается четыре случая, где он применял свою физическую силу. Насколько это правда, я не знаю, но вот он признал свою вину сам. Он не стал это все спаривать. Ну и плюс, если сделать отсылку к его посту, касательно того, что он не хочет, чтобы это все муссировалось на всеобщем обозрении, хотя уже поздно. Возможно, таким образом он решил просто согласиться, чтобы не продолжать дальше весь этот цирк устраивать для людей. А может быть, просто действительно он понял, что деваться некуда. Вот такая вот новость, не очень веселая. С одной стороны, ничего нового мы с вами не узнали. Очередная звездная семейка, которая вот так расходится громко со скандалом, к сожалению. Недолго называется семейное счастье, у них длилось чуть больше года. Надеюсь, по поводу воспитания ребенка они как-то договорятся. Ну и кстати, сейчас появилось очень много информации о том, что якобы Зайн Малик очень долгое время сидит на запрещенке какой-то. Не будем вдаваться в подробности. Но, как вы поняли, ни он первый, ни он последний. Правда это или нет, я не знаю. Но это шоу-бизнес, там в принципе это получается в порядке вещей. В общем, комментируйте, что думаете по этому поводу, все обсудим, как всегда. Google разрешил запрашивать удаленные фотографии несовершеннолетних из результатов поиска в системе Google. В сообщении Google отмечается, что изображения в случае удаления не будут появляться в разделе картинки, но речь не идет о полном их удалении с сети интернет. Нововведение, как считают в компании, позволит молодым людям лучше контролировать свой электронный след. Так теперь никто не сможет найти человека в социальных сетях по одной фотографии. Но, как говорится, если в Google теперь этого нельзя, то есть Яндекс, в котором это можно. Поэтому, знаете, если что-то делают, мне кажется, все поисковые системы должны как-то между собой договориться. Но вообще, кстати, это классная идея. Я считаю тоже, что по фотографии как-то, если это не касается личных медийных людей, их-то понятно нужно, чтобы быстренько находили. А вот обычных нет, я категорически против, поскольку зачем это кому нужно знать. На Австралию подали в суд за нежелание спасать планету. Дело в том, что в регионе стремительно поднимается уровень моря вдвое быстрее, чем в среднем по всему миру. За последние 10 лет он вырос на 6 сантиметров. Если не сократить выбросы парниковых газов к концу века, вода станет выше на 1 метр. Тогда участятся ливни и наводнения, сократятся запасы питьевой воды и произойдет эрозия почвы. Жители островов Торесова считают, что Австралия игнорирует глобальную проблему. Они призвали ее правительство сократить выбросы парниковых газов к 2030 году. Вот такая вот новость. Так что вы там в Австралии, задумайтесь об этом. А эти кадры сняли папарацци из-под тюшка, как вы понимаете, следя за Аликом Болдуином. Сейчас актер вместе со своей семьей находится на севере-востоке США. Он, конечно, очень сильно похудел, пишут об этом. Ну и, конечно, моральное состояние очень поникшее. Я прекрасно его понимаю. Хотя на Первом канале умудрились даже по этому поводу собрать сабантуй и такую там чушь несли. Боже мой, я даже не хочу это комментировать. Я увидел выпуск, посвященный Алику Болдуину на Первом канале и очень был удивлен. А он-то здесь при чем? Послушал я там якобы экспертов и просто ужаснулся. Кто их вообще туда впустил? А это красотка Дженнифер Лопес в рекламе своей новой коллекции обуви. Как вам ее новая обувь? Хотели бы себе такие сапожки от Дженнифер Лопес? Я не хочу вникать в цены. Но я думаю, там не очень дешево это все будет. Но у меня только один вопрос. Дженнифер, обувь ты, конечно, нам показала. А где мужика-то дело? Куда Банафлик исчез из Инстаграма? Что ты с ним сделала? Ты что, его проглотила? Или на обувь пустила? Ох уж, это Дженнифер Лопес. Я уже как-то говорил о том, что мне рассказывали, что это женщина с таким характером, что Ксюша Собчак просто святая Дева Мария. Платформа Премьер возродила некогда популярное на Ютюбе шоу под названием Блев. Ведущим стал снова Максим Галкин. Я смотрю, Максим Галкин везде ведущий. Ничего против него не имею, но мне кажется, его уже слишком много. Даже на Ютюбе. В первом выпуске Рева и Басков. Казалось бы, персонажи чуть подзабыты, но смотреть очень даже было интересно. Особенно приятно удивил, как всегда, Николай Басков. Казалось бы, Александр Рева вроде отвечает у нас за юмор, поскольку все мы помним, что Александр Рева начинал свою карьеру в КВН и Comedy Club, и он должен якобы шутить хорошо, но вот почему-то Коля Басков это делал намного интереснее, на мой субъективный взгляд. Вообще, Коля умеет поднять настроение однозначно. Так что, если вам интересно, можете посмотреть выпуск. А вот это вот интересная новость. 1,3 миллиона человек попытались купить билеты на концерт «Адель», который пройдет в Лондоне 1 и 2 июля 2022 года. А теперь для сравнения. Вместимость стадиона всего 65 тысяч человек, а билеты хотят купить уже почти полтора миллиона человек. Вот вам, пожалуйста, востребованность. 6 лет человек не давал о себе знать в плане музыкальной карьеры. Выпустил альбом, не знаю, насколько он будет успешным или нет. Понятное дело, что она не переплюнет сама себя уже, я это тоже понимаю, поскольку вот эти ее первые хиты, которые она 6 лет назад нам всем выдала, это было, конечно, гениально. Очень сложно повторить подобный успех, но то, что у нее будет тоже крутой альбом, я в этом даже не сомневаюсь. И вот, собственно, любовь зрителей, пожалуйста. Полтора миллиона желающих уже хотят побывать на ее концерте. И это только в Лондоне. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков мило улыбаются на утренники дочки, как будто нет судов по дележке ребенка и имущества. Или родители все же смогли договориться без адвокатов, я не знаю, но, по крайней мере, ради дочери они пришли, видимо, на утренник и решили хотя бы создать видимость того, что они счастливая семья. И это прекрасно. Надеюсь, что они все-таки договорятся, и эти суды обойдут их стороной. Икона стиля. Рената Литвинова собралась выпускать парфюм. Но почему бы и нет? Американские актрисы и актеры на этом неплохо зарабатывают. Ну, буквально недавно Кристина Арбакайте, по-моему, выпускала парфюм. Да, парфюм, я же делал об этом новость. Поэтому почему Рената не может? Поэтому совсем уже скоро, как говорится, каминг-сун, ожидайте в продаже парфюм от Ренаты Литвиновой. Кстати, нравится вам вообще Рената Литвинова? Вы как считаете, ее манера поведения это образ или все же она такая и есть на самом деле? Поскольку я всегда не мог понять, она играет или она действительно такая, вы знаете, немножко странноватая? Ну, я думаю, что она просто гениально странноватая и немножко играет, конечно же. Как любая актриса-режиссер. Но в целом мне очень нравится Рената Литвинова. Кстати, у меня для вас еще появилась неплохая новость. Я буквально вчера забыл вначале об этом сказать, но не важно. Я думаю, если внимательно вы смотрите весь выпуск, вы не пропустите эту новость. Поэтому еще одна рекомендация по поводу сериала. Вчера наткнулся на один классный сериал. Посмотрел одну серию, но я был в восторге. Сериал называется «Код на миллиард долларов». Дата выхода сериала 1 октября. Поэтому он буквально вот недавно была премьера. Я посмотрел только одну серию. Я уже в восторге. Тем более, это моя любимая тема. Сериал снят на реальных событиях. Там очень интересный сюжет. Мне очень нравится пока что все. Я думаю, я не разочаруюсь. Поэтому рекомендую вам еще один сериал для просмотра под названием «Код на миллиард долларов». Поэтому, пожалуйста, запомните. И потом сто раз мне не пишите в комментариях через неделю. А что я там за сериал вам рекомендовал? Поскольку я не могу помнить все. Понимаете? У меня же память как у обычного человека. Не встроенная в компьютер, которая может хранить бесконечно. И выдавать вам по щелчку информацию. Поэтому «Код на миллиард долларов» – крутой сериал на реальных событиях. Я думаю, вам понравится. Если кто-то смотрел, делитесь своими комментариями. Спойлерить не буду, поэтому просто смотрите. Лариса Долина угрожает удалиться из инстаграма, если не получит синюю галочку звезды. А я, кстати, вообще удивлен, почему у нее до сих пор ее нет. Выкатила, в общем, она пост. Я вам коротко расскажу, в чем суть. Значит, много фейковых страниц с ее именем. И получается, у нее из-за того, что нет синей галочки, она не может доказать людям, что вот это она. А поскольку вы все знаете, когда публичный человек, создается якобы куча фан-страничек, официальных и так далее. И люди не могут понять, где настоящий артист, а где просто кто-то пытается на этом зарабатывать деньги. Я не знаю, по какой причине Лариса Долина до сих пор не получила свою синюю галочку, но вот она обратилась к своим подписчикам. Я устала от этого, и возможно, эта идея покажется вам бредовой, но может вам, мои уважаемые подписчики и представители моего фан-клуба, написать коллективное письмо в дирекцию Инстаграма с жалобой. Потому что если в ближайшее время я не получу галку, я уйду. Закрою все свои страницы в соцсетях, мне придется это сделать. Вот такое вот громкое заявление прозвучало на официальной странице Ларисы в Инстаграме. Поэтому, уважаемые поклонники, помогите Долиной получить синюю галку. Я, честно говоря, не знаю, как ее раздают. Я очень удивлен, что Ларисы Долина не может получить эту синюю галочку. Вообще Инстаграм странный какой-то. Комментируйте. Кстати, еще Лариса Долина буквально недавно появилась в новом шоу на канале Пятница под названием Вундеркинды. Я посмотрел шоу, ну такое, знаете, ничего особенного. Там я такого прям как Вундеркинды, я ничего там кого не увидел. Да, классные дети, молодцы. Каждый что-то там умеет делать, но прям название, как по мне, не совсем соответствует тому, что мы увидели. Но как развлекательное шоу можно посмотреть. На ютюбе, кстати, уже есть первый выпуск, поэтому если вам нравится, смотрите. И как вы понимаете, Лариса Долина в паре была с очередным тиктокером. Только на этот раз не было Вали Карнавал. Ух, блин, как скучно. Была бы Валюха, вот это была бы жаришка. А так просто был Бабич. Он, видимо, посмотрел все, что было в музыкалите и сразу пришел с цветами. Ну и потом, он же все-таки парень, назвал Ларису Долину девушкой. Лара расцвела. Ну и, собственно, посмотрел ее этот выпуск. Поэтому, если вам интересно, смотрите. Жду ваших комментариев. Переходим дальше. Елена Блиновская настолько увлеклась в исполнении своих желаний, что вступила на территорию Бога. Обещает марафон, после которого, внимание, бездетные пары, наконец, получат детей. Нет, я не могу понять. А почему Роскомнадзор здесь не хочет ничего проверить? Ну, как минимум, на вменяемость этого человека. И, как максимум, на мошенничество. Поскольку человек, откровенно говоря, разводит людей на деньги. Такую чушь порет. И вот, пожалуйста, она выкладывает вот эту сториз. Обратилась к ней женщина с таким вот вопросом. 17 лет хотим с мужем ребенка. Не получается. Мне 40 лет. Уже не верю в чудо, но и не опускаю рук. И вот, что Елена пишет. У меня все готово для марафона зачатия. Все. Это уже все. Это, по-моему, последняя стадия шизофрении. Какое зачатие? Что происходит вообще? Вы понимаете вообще, в какое время мы сейчас с вами живем? Я уже не всегда понимаю вообще люди в адеквате вокруг. Даже, я же говорю, мои знакомые уже кукухой поехали. Осталось, значит, встроить в планы. Пока совсем не знаю когда. У меня однозначно есть энергия, которая благословляет бездетные пары. Однозначно. Вот так вот Елена Блиновская об этом сообщила. И поверьте, найдется много людей, которые придут к этой женщине, заплатят ей деньги, купят этот курс, которым она якобы их будет там заряжать какой-то энергией. И ничего не произойдет. Это кошмар, конечно. Я не понимаю, почему на нее нет права. Ну невменяемая тетка просто. Ну это уже перебор, серьезно. Клим Шипенко тут недавно сделал заявление о том, что он совсем скоро хочет снова полететь на Луну, в космос, в открытый, чтобы снять еще один фильм. И тут хочется задать вопрос ему. Не перепутал ли он случайно МКС со службой такси? Я не совсем понимаю, как он себе это представляет, чтобы взять вот так сесть и полететь. То есть для того, чтобы полететь в космос, это нужно долгие годы тренировок. Чем больше вот этих всех заявлений я слышу, тем больше я понимаю, что все это было полная фигня и фейк. Бенедикт Кэмбербэтч исполнит роль бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в сериале «Лондоград» компании HBO. Сюжет фильма основан на книге «Последний шпион» журналиста Алана Коэлла. Режиссером назначен Брайан Фогель, обладатель Оскара за документальный фильм «Икар». Бенедикт Кэмбербэтч крутой актер и фильм, как вы понимаете, будет на реальных событиях. Я думаю, это будет что-то очень крутое. Будем с нетерпением ждать. Александр Рева назвал сумму, которую ему предлагали, сами понимаете, за что. За то, чтобы он порадовал кого-то там в одном интересном пикантном месте. Значит, шоумен рассказал случай, который произошел с ним в Новосибирске несколько лет назад. Он выступал на юбилее у 50-летней женщины. После концерта он получил подарок, дорогие часы и цветы. Однако этими подарками артисту юбилярша не ограничилось. И вот что он комментирует. «Мероприятие проходило в отеле, и она хотела пригласить меня в номер. Вопрос в 100 тысяч евро за вип-услуги. Я бы, возможно, согласился, но было одно условие, чтобы смотрел супруг». Вы знаете, я часто такие, кстати, истории слышал о том, что любят вот эти богатые люди заниматься подобными вещами, чтобы кто-то из супругов наблюдал об этом. Поэтому я вполне верю в эту историю. Я так понимаю, что это единственная причина, по которой якобы Александр Рева отказался. Правду он говорит или нет, тут, как говорится, мы с вами не узнаем. Ну, а история очень даже правдоподобная. Верю ему. Мне вообще кажется, что многие артисты, не только женщины в шоу-бизнесе, но и мужчины тоже зарабатывают помимо певческой карьеры, еще и вот таким способом. Просто, как принято всегда говорить только про женщин, а мужчины якобы они все сами, все сами. Но они же тоже могут вот за какую-то определенную сумму порадовать чью-то звезду, правда? Комментируйте, переходим дальше. Ну и теперь немного про близкого друга Сережи Лазарева. Значит, выяснилось, что близкий друг Лазарева и создатель финансовой пирамиды Алекс Малиновский, не тот, за кого себя выдает. Фамилия мужчины не Малиновский, а Мочульский. И помимо левой криптовалюты, он является еще и учредителем кооператива какого-то, где предлагаются действительно альтернативные способы купить жилье. В общем, в чем суть? Я не буду сейчас все вам рассказывать, поскольку это не нужная информация, но вот этот его дружочек, все мы с вами уже знаем, да, что Лазарева и Малиновский, они пара. Были друг на друга подписаны, но сейчас у Малиновского сейчас проблема, поскольку он там наобещал в три короба людям всего-всего, они ему деньги заплатили, в итоге он благополучно от них сейчас скрывается где-то в Таиланде. Сережа Лазарева срисался от него, он тоже, поскольку Сережа, видимо, понял, насколько сильно вляпался Малиновский в своих финансовых пирамидах, что теперь приходится ему скрываться, поэтому решил, так сказать, тихонечко сделать ноги. Вот такой нечистый на руку этот Малиновский, с кем только Сережа Лазарев связался, куда же он смотрел. Но я надеюсь, что на его репутацию это никак не повлияет. В конце концов, все мы когда-то влюблялись не в тех людей. Светланы Светличной Малиновский много сил и в результате не смогли помочь реально нуждающимся в их помощи. Собственно, после этого они очень обозлились и обвинили в этом Андрея Малахова, что в этом есть его вина, поскольку действительно были люди, которых нужно было искать. А они занимались, получается, что они искали ничего, воздуха не искали, поскольку ее не нужно было искать, ее просто спрятал Андрей Малахов. Ну, видите, иногда вот такие передачи заходят слишком далеко. Ну, понятное дело, что Малахова там вызвали, он там поедет, показания даст, и на этом все закончится. Я не думаю, что как-то его накажут, очень в этом сомневаюсь. На этом новости шоу-бизнеса заканчиваются, а мы переходим к вашей любимой рубрике «Хорошие добрые новости». Погнали! В Киеве местный житель Кирилл Талер создал первый в Украине приют для ежиков. В нем волонтеры помогают животным, попавшим в беду. В этом приюте для ежиков не будут заниматься их разведением, их там спасают и реабилитируют, после чего ежиков, которые могут самостоятельно жить в природе, отпускают. Желающим завести дома животное, волонтеры отдают только те, кто значительно пострадал и требует постоянного ухода. Спасибо Кириллу за то, что он открыл первый и единственный пока что приют для ежиков. И снова в Киеве зоозащитники спасли котенка, которого люди зачем-то завернули в пакет и вывезли в лес. Но слава богу, активисты нашли кошечку, оказали ей всю необходимую помощь, с ней все в порядке. Сейчас ее откормили, выходили и ищут для нее новый дом. Люди, которые, конечно, это сделали, точно не люди, но все мы с вами знаем, что есть такие негодяи. Но слава богу, что есть хорошие активисты, зоозащитники, волонтеры, которые спасают наших мохнатых братьев меньших. Поэтому у кошечки все в порядке и она ждет новый дом и любящих хозяев. Поэтому жители Киева, если вам нужна кошечка, пожалуйста, обращайтесь, забирайте. Сотрудники зоопарков заметили, что после закрытия зоопарка, из-за всей этой ситуации, которая сейчас происходит в мире, его обитатели начали чаще встречаться друг с другом и планировать потомство. Среди новорожденных более десятки редких видов, находящихся под угрозой исчезновения. Видите, не все так плохо в этом всем. Есть и хорошие плюсы, теперь редкие животные стали больше сближаться и рожать новое потомство. Жаль, что, конечно, в зоопарках, но лучше так, чем никак. А вот эта собака Жужа, она настоящая мать-героиня. У нее, значит, свои щенята, но она решила кормить не только ее, она еще подкармливает и котят, вы представляете? Я, конечно, много историй об этом слышал, но я всегда восхищаюсь, насколько же вот у нее материнский инстинкт. Жужа, ты просто прелесть. Мать-года, вот просто мать-года, которая кормит и своих, и чужих. А это просто мимимишное видео, где встретились два мохнатых чуда. А это просто видео для того, чтобы вы улыбнулись. Как вы можете заметить на этом видео, маленькое мохнатое чудо, как всегда, пытается замучать большую собаку. Обожаю такие видео, они мне поднимают настроение. А эти ребята готовы к зиме. Манулы из новосибирского зоопарка превратились в ходячие шары из меха. Пока еще есть время, животные вовсю наслаждаются солнечной погодой. Но до чего же они прикольны? До чего же я люблю котов? Прям не могу, честно, я даже не буду этого скрывать. Собак я тоже люблю, вообще всех животных обожаю. Но они такие, если прям хочется их всех тискать. Вот еще одна классная история. Значит, курьер спас собаку, которая повисла в лифте на поводке. Собака забежала в лифт на 22 этаже. Когда лифт начал спускаться, к счастью, он проехал всего один этаж. Бедную собаку увидел курьер и сразу же отстегнул его от поводка. Хозяин не доглядел за собакой, когда они собирались на прогулку. И тот выбежал из дома один. Спасибо курьеру, который вовремя там оказался. И с собачкой все замечательно. А эти ребята делают свою работу просто на отлично. Просто посмотрите, сколько мохнатых братьев и сестер наших меньших они спасают каждый час ежедневно. Спасибо им всем за это. Вот они настоящие герои. На этой прекрасной, замечательной ноте я буду заканчивать сегодняшний выпуск. Я надеюсь, что он вам очень понравился. Поэтому вы мне обязательно об этом напишите. Завтра у меня будет выходной, поэтому воскресенье 31 октября. Меня не ждите на ютюбе. Один день беру выходной, чтобы набраться сил, провести время с друзьями. И в понедельник с новыми силами будем творить и создавать новый контент. Поэтому не скучайте, не грустите. Если что, есть много других видео. Наверняка есть куча видео, которых вы не смотрели. Переходите на канал, листайте, смотрите. Там всегда вам найдется, что посмотреть. Всем огромное спасибо за поддержку этого канала. Кстати, хочу сказать огромное спасибо пока что одному единственному человеку из России, и который таки смог перевести мне на карту деньги. Не знаю, как у него это получилось. Без данных фамилии и имени. Но вот так, видите. Все-таки произошло чудо. И спасибо всем тем, кто это сделал до этого. Я вам искренне за это благодарен. Творите добро, и оно к вам всегда будет возвращаться еще в большем количестве. И вы помните, да, для того, чтобы моя мечта сбылась, а именно, я сейчас говорю про то, чтобы на моем канале было 100 тысяч подписчиков, осталось 2 месяца до конца года и 20 тысяч подписчиков. Давайте подписывайтесь, не скупитесь. Сделайте просто добро. Подпишитесь. Вам это ничего не стоит, а мне будет от этого хорошо. Я всем желаю шикарных выходных. Мы услышимся с вами в понедельник. Я всем желаю не скучать, не грустить. Если кто-то болеет, поправляйтесь обязательно. Всем желаю крепкого здоровья. Пейте витамины, делайте зарядку. Хорошо спите. Проводите время только с хорошими близкими людьми, которые вас будут наполнять и заряжать позитивом. Я всем желаю чудесного настроения. До скорых встреч. До понедельника. Пока-пока.